...и катеров. Ну и кроме того, состоится воздушная часть, которая обещает быть не менее зрелищной. Над городом пролетят самолеты и вертолеты морской авиации. Ну а в Кронштадте в состав праздничной колонны войдут 4 подводные лодки и 11 кораблей, в том числе ВМС Индии, Ирана и Пакистана. На Кронштадтском рейде проследуют десантные корабли и ракетные крейсеры, а также большой противолодочный корабль вице-адмирал Кулаков. Торжественные мероприятия сегодня проходят еще в пяти портовых городах. В столице Северного флота Североморске в состав парадной линии войдут 11 кораблей, среди них атомный подводный крейсер «Новомосковский» и субмарина «Казань». Попасть на праздник, к сожалению, жители города не смогут, для них организуют онлайн-трансляцию. Ну вот еще один парад состоится у западных границ нашей страны, в Балтийске. Пройдут сторожевые и разведывательные корабли. Чтобы увидеть их вживую, зрители должны предъявить сертификат о вакцинации или ПЦР-тест с отрицательным результатом. Ну и точно такие же правила будут действовать в Каспийске. Там в праздничном строю пройдут 7 кораблей Каспийской флотилии. Ну и вот еще одним центром торжеств станет Севастополь. В акватории Черного моря пройдет 9 судов. Среди них ракетный крейсер «Москва» и тральщик «Иван Антонов». А вот традиционного театрального представления и концерта не будет. Ну а вот здесь, на Дальнем Востоке, военно-морской парад уже завершился. В столице Приморья прошли корабли Тихоокеанского флота России и ВМС Вьетнама. Продолжение следует... Продолжение следует...